Всем доброе утречко. Мы выспались. Время у нас полдесятого. Милена у нас заболела. Сначала у нее ночью заболел живот. Но мы знаем, почему он у нее болит. Потому что она не ест нормально. Все кусочничает. Еще температура 38. Потому что в садике нам сказала валяйтесь, валяйтесь. Если хочет, то не валяйтесь. Да, они вчера гуляли в садике. А у них на дверях еще вывеска висит, что гриб страшенный ходит сейчас. И они вчера пошли на улицу. И им еще воспитательница говорит, валяйтесь в снегу. Ничего. Они зашли. Я когда за Миленкой в садик-то приехала, я говорю, а где у тебя кофта? Она говорит, она сохнет. В общем, у них даже в кофты все сырые были. Да валялись. Похоже. Да? Сегодня ночью встает. Жалуется, говорит. Живот болит. Потом Вова так говорит, она что-то горячая вся. Я температуру-то ей меряю. У нее температура 38 ровно. Сироп ей дала. Сбавили. Вот он. Где он у нас сироп-то? Нурофен. Температуру, значит, сбавили. Час утром просыпается. Температура 37,7. Вот такой вот даю ей сироп. Нурофен. Сейчас дала вот эти вот циклоферон. Противовирусные таблетки. И свечки у меня еще есть. Тоже хорошее, жаропонижающее. Цификон. Ну, говорит, не горло, ничего не болит. Только это. Не болит горло, Милен? У меня горло, говорит, ничего не болит. Просто... Вот я сегодня встала. Горячая. Ну, ты горячая у тебя температура, потому что... Давай свечку поставим. Нет. Сироп, значит, сейчас выпьем. Да. Сейчас две таблетки противовирусные ей дала. Сейчас выпьем еще сироп. Так вроде ни соплей, ни кашля. Ой, вот надо прямо вот под Новый год. Заболеть. Вроде болеет-то так редко. И живот этот все не крутит. Я уже не знаю, что делать. Только вроде проходили это. Обследование. И УЗИ делали, и кровь брали. И кал, и мочу, и мазки всякие, соскобы. Все нормально. Все по анализам, все в норме. То ли из-за того, что она ест вот так вот кусками, может тут же сладкую булочку съесть, тут же колбасы вареную, и потом закусить это все шоколадкой. И, в общем, не знаю. Все дети так едят. Сами в детстве постоянно кусочничали. В общем, не знаю, что и это. У нас снегу опять навалило. Вчера только снег убрали. Прямо это. Вот здесь вот все было в снегу. И сегодня встаем еще больше. Я не знаю, сантиметров, наверное, 20. Снега. Вот так вот под дверями. Все опять замело. И Жанна вон ходит. Снежная баба. Греется, бегает, гавкает. Посмотрите, у нас метет и метет и метет снег. Прямо метель на улице. Так холодно. Сейчас я разболелась, ребят, вообще не могу. Без варежек снег убирает. Не может перчатки найти. Вот. Заболела. Прямо горло першит. Стоило мне вот с Миленкой сегодня поспать. Она потемпературила. И я, видимо, хватанула от нее. И все. И не могу. Прямо это. Горло першит. Сейчас маме позвонила. Им надо куда-то в магазин ехать. Хотела Леру привезти. А что-то боюсь. Милена заболела. Температура. Я заболела. И я не знаю, что делать. У меня глаза красные. Горло першит. Спина вся вспотела. А им в магазин надо ехать. Сейчас должны позвонить. Не знаю, Львова съездить с Лерой посидеть, пока они съездят. Или я. Уж там, я не знаю, маску или что одену. Сейчас выпила противовирусные таблетки. И это. Вот так у нас выходные весело начались вообще. Ужас. Опять снега у нас. На улице почистил. Сейчас вот в огороде. Кошмар. Вообще все замело. Вчера прям до самого полика все вычистил. И опять. Вон этот медведь белый. Ужас снегу. Бегает. Вов. Смотри, она опять вытащила одеяло. Вчера только от скруб тут все одеяло оторвал. Прибрал она. Опять их все вытащила. Вон около будки валяются. Вот чумитет. Вот вчера вот так же вот все. До самого этого фундамента. До самого этого, господи. Асфальтированного этого пола. Все почистил. Вон чумитет. Вообще заметает. Сегодня, по-моему, последний день снега обещают. Вроде бы и все. Вон Милена чихает во все. Ты чихаешь? Еще... Милен, надо не бридж одеть, а какую-нибудь пижамку. Ну зачем? Я вспотею. Ничего ты не вспотеешь. Штаны хоть... Ну штаны хоть длинные одень, а сверху можешь с коротким рукавом. Папа у нас поехал к Лере. Нянчиться. Бабушка с дедушкой поедут в магазин. Сейчас дадим им деньги. Вон там вон деньги. Это. Чтоб нам купили фарш. Да. Муки. Будем сегодня хотим пельмени постряпать. Не знаю, как я постряпаю. Мне сил нет совсем. Слабость такая. Прям резко что-то так все. Снегу хоть почистили. Жанка в будку ушла. А то вообще прямо ужас. Сидит под этим снегопадом. Вон все до земли практически вычистили. Не видно ее нигде. В будке, наверное. Вон что с угробом на огороде. И снег идет, идет. Метель такая. Сейчас мама позвонила. Говорит, пускай Вова близко не подъезжает к дому. Там соседи переезжают. Газелью играет. Всю дорогу это. Колея такая глубокая. Выехать не могут. Ну, буксуют. Машины буксуют. Выехать не могут. Милена вон температура 37,7. Она сидит хоть бы что. Играет, сидит. Вов на деньги не забудь. Так что вот. Поехал. Сейчас посидит с Лерой. Пока они по своим делам съездят. И это. Приедет. Будем пельмени лепить. А я пока полежу. Балетечка. Что там я? Ну, вон идет снег. А так холодно на улице, Вов, вообще. Ветер. Ветер. Там прямо пурга такая была. Сейчас вроде нету такого. Жанна вам. Мама. Ау. А знаешь что? Угу. Ну, что? А если вот так сделать и вот так наклониться ногами, то получится, Лада, скамейка. Угу. Получится. Надо уметь еще все делать. Лиза. Ты что делаешь там? М? Лиза. Что там увидела, рванула? Птички на дереве. На, Лиза. Что ты туда пошла? Что там? Ну, что такое? Что такое, мой сладенький? Ух ты, противная зубастая кошка. Ух ты. Ау. Больно же кусаешься. Лиза, ты что, одурела, что ли? Ты что, агрессивная-то такая? Злюка. Маленькая. Там кто-то спрашивал, сколько нашей Лизы. Лиза родилась 4 июля. Молоденькая она еще. Весь цветок мне погубила. У меня тут в горшках. Вот здесь был вот этот цветок. Это холонхоя. И здесь. Она его здесь почти с корнем. Чай налить. Сейчас налью. Сейчас папа уедет. Не налью. Ты что, просто чай будешь пить? Сахаром. Давай рыбу-то, где? Рыба, вон она в коридоре висит в мешке. Рыбу... Рыбу дал сосед. Это, мелкую. Для кошек. Целый пакет вон. Сейчас маме отдам курям или кошкам. Я не знаю. У нас кошки рыбу не едят. Они потом плохо им от нее. Вот. Сейчас увидят. Ты деньги-то взял для мамы-то? Давай температурку померяем. Сейчас. Мама, можно? Последняя температура... А, это моя была, я мерила. У меня была 37, ровно. У Милены была 37,7. А ночью 38. Все, можно. Давай. Ну, куда ты? Ты что? Так вот, давай. Все, сиди. Сейчас запищит. У нас папа еще не уехал. Машину вон обметает. Метет и метет вообще без передыху. Сейчас посидит с Ларуськой и приедет. Ну, ты что? А, ты играешь? Фу, господи. Я думала, ты градусник вытащил. Не пикал еще? У-у. Запищал. Сейчас посмотрим. Так-то норофен выпили сироп. Сейчас посмотрим. Взбили. Нет температуры. По-моему, нету. Последняя была 37,7. Полтора часа назад. Ну, вот. Прямо как надо. Ну, что-то. 36,5. Как не фокусируется. 36,5 температура. Взбили. Вот она сегодня у нее вот так вот прыгает. От 38 до 36. Ладно, хорошо хоть взбили. Посмотрим, что дальше будет. Делаем уроки с Миленой. Да. После Б идет Лы. Ищем буквы Лы. И раскрашиваем голубым. Час пора оттуда. Да, она прямо рядышком. Смотри, со словом прямо рядышком. Где буквы Лы? Вот. Вот голубым раскрашиваем. Вот такое вот задание. Потом вот такое будем задание делать. Да, это легко. Потом будем решать примеры. Здесь просто раскрасить. Только не это, примеры. Примеры. Тебе вот дали такие вот палочки, чтобы легче было примеры. А теперь, о, о, лихотня. О, да, давай. Так, и здесь мы уже прописали цифры. Здесь состав чисел. Задание на листах. Потом будем в букваре читать. 54, 55. Еще завтра... А потом К. Да, потом К. Ищи К. Все, следующая О, ее больше нету, правильно? Угу. К раскрашиваем. Много еще. Ну, а здесь-то больше нету, одна только была. Давай заканчиваем, раскрашиваем букву К. Все, молодец. Теперь ищем здесь слово. Здесь мы закончили. Ищем здесь слово и читаем его. Ма-ли-на. 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 Мали-на. Первая буква какая в слове малина? Первая буква М. Мы ищем. А здесь, подожди, есть каким цветом надо раскрасить? Тоже голубым. Ну, и все, здесь тоже самое раскрашиваем. Так, Милена тут самостоятельно решает. Сейчас будем проверять. Так, эти я у нее уже проверяла. Все верно. Так. Верно. Верно. Здесь неверно. Пересчитываем. Верно. 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 Правильно. Правильно. Здесь неверно. Ты че? Здесь неверно. Где я еще показала? Здесь неверно. Верно. 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 Молодец. Правильно. Две ошибки. Ну, молодец. Две ошибки пересчитывай. 2 плюс 8 и 5 плюс 5. Мам, давай вместе. Давай пересчитывай. Бери палочки. Сначала бери... Подожди. Ты сначала пересчитай. 5 плюс 5. Сколько будет? Приехал у нас папа. Привез тесто пельменное. Фарш. Вот такой вот фарш. Домашний. Это свинина, говядина. Сейчас зайдет. Он там опять около дома чистит снег. У нас метет и метет бесперестально. Так, я сейчас буду пока потихоньку подготавливать. Все для пельмешек. Давно мы не делали пельмени. Ну, конечно, сегодня больно настроение есть пельмени стряпать, потому что я не домогаю. У меня слабость вообще ужасная просто. Вот. Горло першит. Я уже выпила две противовирусные таблетки. Сейчас буду подготавливать. Сейчас Вова зайдет, нарежет лук и будем стряпать. У Миленки температура вроде сбавилась. Так, что сейчас будем ляпать пельмешки. Сяду. Тут не видно меня. Сейчас поляпаем пельмешки и поедим. Вова тоже голодный. Он же у меня не завтракает никогда. К маме-то приехал. Он звонит мне, говорит, голодный. Я говорю, тут поешь что-нибудь. Он говорит, не хочу аппетит перебивать. Пельмени хочу. Тесто прям тугое. Так, что сейчас будем сразу стряпать, варить и есть. Мы сегодня позавтракали тоже. Время у нас уже третий час, поэтому уже давно пора обедать. Так, что будем сейчас стряпать и сразу варить, кушать. Тесто хорошее. Тоже вот это тесто в этом продается. Ой, у меня в носу все внутри прям свербит. В фабрике мясо, вот куда мы ездим, все время за мясом, за фаршем. Вот там вот продается тесто. В общем, там все есть. Там и готовые есть пельмешки. Но они вкусные, конечно, но все равно свои пельмешки есть свои пельмешки. Ничего не заменят. Конечно, еще бы фарш своего накрутить. Но мы его сейчас сдобрим лучком, водичкой, чтобы посочнее был. Я думаю, все равно будет намного вкуснее, чем в магазине пельмень. Лиза, перестань. Так что вот. Сегодня хотели съездить покататься на ватрушках. Ну и погодой сегодня, даже если бы мы не заболели, мы бы, наверное, все равно не поехали, потому что погода сегодня ужасная. И МЧС прислали смс-ку, что лучше, если есть возможность, никуда не ездить, особенно на машинах, потому что аварийная такая погода, и скользко, и, в общем, лучше в такую погоду сидеть дома, никуда не ездить. Потому что сверху вроде бы снег, а под низом скользко, и снег рыхлый такой, потому что погода-то на улице не морозная, так себе. Поэтому снег рыхлый, машина едет плохо, заносит. В общем, сейчас такая аварийная погода как раз, что лучше сидеть дома, никуда не ездить. Если есть, нету прям сильной надобности, никогда не ездить. Так, ну все, я сейчас буду уже раскатывать. У меня приспособления для пельменей нет. Все по старинке, все скалкой. Раскатываем. И вручную будем все долеплять. Не успел почистить снег, опять все замело. И здесь, с огорода, и со стороны улицы, все замело, опять чистит. Сейчас накатаем, будем пляпать, чтобы мне видео надолго не затягивать. Все, накатала я сочни. Полный стол. Тесто такое хорошее, прям эластичное вообще. Прям хорошее тесто. Не липкое, ничего, прям замечательное. Так, Вова готовит две луковицы. Надо, может белый нож? Этот, мне кажется, вообще плохой маленький. Мелко-мелко сейчас порежем. Посолим, поперчим. Чуть-чуть добавим водички и все. Чтобы сочный фарш был. И будем ляпать. Елена, ну что, как дела? Все хорошо. Ну что, не болит? Все хорошо? Все хорошо? Температурки нет. Ты есть-то сильно хочешь? А что ты, зачем ты чашку достал? Вон сразу фарш. Вот сюда, прямо с дещечки, скидывай лук. Я его перемешаю и чуть-чуть воды сейчас все. Ты прям две хоть оголовки крошить? Думаешь, не хватит одной? Так-то она больше. Так-то луковица крупная. Думаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы тоже сейчас будем садиться кушать Сегодня я с вами буду прощаться Потому что Сегодня вообще нету сил снимать видео Вообще нету сил ничего делать Кое-как приготовили Настряпали пельмени Разболелась я Сейчас покушаю, попью чаю с малинкой И буду лежать Так что всем замечательных выходных Не болейте Всем хорошего вечера И всем ребятки пока-пока Увидимся с вами завтра Добавил субтитры